Всем привет! Сегодня готовим голубцы на подушке. Что это значит, покажу позже. Для начала нам нужно подготовить капусту. Вот я срезала кочерюшку и нам надо ее опустить в кипящую подсоленную воду, чтобы она смягчилась. Воду я обязательно солю, а то голубцы получаются пресными. Итак, посолили, перемешали. Опускаем сюда капусту нашу. У нас кастрюлька маленькая, поэтому сначала с одной стороны, потом с другой. Прошло несколько секунд, я перевернула капусту нашу и как только она будет отделяться у нас по листочкам, мы ее будем собирать. Вот так вот листочек отделился, убираем. Капуста нового урожая, поэтому она очень быстро готовится. Итак, перевернула я снова с этой стороны. Видно как она отделяется и легче ее отделить. Так отделяем всю капусту. Итак, отделили мы все лиси от капусты. Даем остыть, они пока горячие. А пока займемся начинкой, фаршем. Для начинки нам нужно килограмм фарша у меня здесь, 350 грамм пропущенного через мясорубку лука, где-то 100 грамм зелени, приблизительно 100 грамм петрушки, 100 грамм укропа, 2 столовые ложки томатной пасты, 100 грамм риса, круглого у меня он здесь промыт, соль, 2 средних обжаренных лука и приправы. Приправа у меня здесь, значит, куркума, 1 чайная ложка, пол чайной ложки красного острого перца, 1 чайная ложка черного перца, значит, тимьян, 1 чайная ложка, сушеная мята, 1 чайная ложка и 1 чайная ложка сушеного базилика. Сейчас осталось все перемешать. Значит, сначала фарш, сюда же добавляем лук, зелень, рис промытый, томатную пасту, приправы наши все, обжаренный лук, соль, фарш у меня говяжий, все, осталось все перемешать. Перемешали, сделаем зажарку. Для зажарки обжариваем 1 большой лук, добавляем помидорку, протертую сельсерку, и 1 чайную ложку томатной пасты. Чистить водички, 2-3 столовые ложки. И потушим, пока не выпарится вся жидкость. Занимает это несколько секунд. Итак, зажарка готова. Откладываем в сторону. Что будем делать дальше? Что делаем дальше? Значит, у нас такие листья очень большие. Мы будем их резать пополам. Сделаем поменьше. Я режу вот прям около этой твердой части. Твердую часть удаляем. Получаются 2 такие половинки. Кто любит большие голубцы, можно и не резать. Но, мне кажется, мелкие смотрятся аппетитнее. И так делаем со всеми листьями. Вот так вот середину удаляем. Получается 2 половинки. Подготовим сначала все листья. Подготовили все листья. Начиняем фаршем. Думаю, как начинять знают все практически. А кто не знает, показываю. Так как у нас половинки, вот эту часть мы не закрываем. Придерживаем пальцем. А с этой стороны, то, что торчит, надавливаем внутрь. И все. Получаются вот такие красивые, аккуратные наши голубчики. Дальше точно так же. А с большими листьями получается много листьев, а фарша мало. Пожалуйста. Пожалуйста. Фарша отсюда никуда не вылезет. Мам. Мама. Мама. Что? Гулять? Идёт гулять. Гулять? Да. Ну там же дождик идёт. У тебя зонтик есть? Да, это мой зонтик. Ну понятно. Это у меня зонтик. И ты зонтик. И у меня есть, да, зонтик? Да, и мой зонтик. И ты зонтик. Давай-давай. Вот я всё завернула. Но все голубцы я сегодня готовить не буду. Половина из них заморожу. Половина нам хватит. Что делаем дальше? Дошли наконец до подушек наших. Берём мясо. Вот это мясо на косте. Я не помню, честно говоря, как оно называется. Кажется, рёбра говяжьи. Вот большие кости на них. Если кто знает, напишите в комментариях. Я забыла. Вот у меня. Сколько взять мяса на кости, я вам точно не скажу. Потому что зависит у вас от вашей посуды или кастрюли. У меня приблизительно 26-28 диаметр. Вот мне забыли порубить. Для самого почётного гостя или хозяина дома. Что нам надо сделать? Нам надо это мясо посолить. Хорошенько. И поперчить. Дальше складываем его на одну кастрюлю. Итак, собираем на дно кастрюли. Косточкой вниз. Надо покрыть всё дно. и так покрыли. Сверху распределяем нашу зажарку. Но не всё. Половину. Дальше идёт у нас наши голубцы. Вот это мясо будет служить подушкой для голубцов. И оно там получится очень вкусное. У меня ушёл весь фарш. У меня ушёл весь фарш. Килограмм фарша. Капуста была большая. Вот так вот распределили. Сверху зажарку. Сверху у нас идут второй слой голубцов. Сверху закрываем тарелкой. И наливаем кипятка. Кипяток лучше немного подсолить. Можно использовать ту водичку, в которой мы смягчали капусту. Кипяток до тех пор, пока не будет видно её. Прям слишком много тоже не надо. Я думаю, хватит. Её уже видно. Ещё капуста опустится вниз. Ну и всё. Ставим на плиту до готовности наших голубцов. Можно достать, посмотреть. Крышку оставляем чуть-чуть приоткрытой. Голубцы наши готовы. Такая красота у нас получилась. Протушила я полтора часа на умеренном огне. Можно в мультиварке. Подаём с мацони, с чесноком и солью. Либо йогурт густой. Можно добавить чеснок и соль. Или же со сметанкой. Посмотрите, как приготовилось мясо. Оно отделяется от костей. А у меня всё. Всем приятного аппетита. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok